доброго времени всем в 2024 году наконец-то я нашла немножечко времени заснять красоту извиняюсь что пропала надолго очень-очень занята да и погода у нас честно говоря совсем не летняя хотя у нас в австралии сейчас лето было всего пару дней жары 37 градусов потом у нас был ураган ветер такой в общем посносило деревья два дня электричества не было в общем как говорится хорошо там где нас нет да ну в общем вот так вот ну а это я показываю моя стангопея обалденные огромные цветы она у меня уже цвела в том году ну вот по сравнению с моей рукой вы видите выпустила она у меня два цветоноса в этом году и смотрю что начали расти новые ростики название я кстати так и не поменяла нужно найти новое название в своем прошлогоднем видео и я вот смотрю что новые ростики везде потому что у нас дожди и дожди просто как в тропиках ну растение может быть и нравится но у нас просто страдают многие штаты потопы поэтому ну и вот такая вот красотень нужно наверное мне будет уже его пересадить это растение эту орхидею потому что я ее не пересаживала так как купила ну и вот я пастику потихонечку отрезаю вот эти вот боковые стенки потому что увиделось что еще один цветонос вылезает и пришлось вырезать еще одну ну в общем вот такая вот красотень конечно я смотрю что ей нравится очень влажность столько много новых ростиков по вылазила ну класс ну и цветы конечно бесподобные с ароматом обалденным очень красивые очень необычные ну и цветут они конечно недолго ну это вот уже третий день сегодня я решила перед работой что мне нужно быстренько быстренько это все дело заснять потому что а цветет прошли мои каникулы можно сказать да новогодние ну щеночки все ушли в хорошие руки поэтому немножечко я начала возвращаться к орхидеям ну и конечно еще у нас в процессе небольшая небольшое обновление моих орхидейных орхидейного коридор чека да ну в общем будет наверное целых холтом поэтому уже покажу когда все достроится пришла нам идея в голову ну а пока что я покажу мой цветочный уголочек он здесь это еще также грамматофилум долго он держит цветы и я уже не знаю муж мне говорит не нужно его продавать но он реально очень долго держит цветы напоминает конечно это соцветие ну вот как у дендробиума спицеозума да такие же огромные кисти цветов но спицеозум конечно так долго не держит цветы очень долго я снимала до нового года до уже не помню когда я последнее видео снимала и вот цветочки также все держатся все красивые ну и растет она два новых роста по сторонам поэтому может быть и она и останется конечно моей коллекции ну а здесь малышка первый раз меня порадовала не афинития фальката тут еще цветоносики очень нежные цветочки белоснежные с нежным ароматом красивые шпортки она у меня с прошлого года я ее купила наверно с полгода она у меня и вот так вот красиво до расположены цветочки люблю белые 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 цветы очень красиво это я честно говоря думала что я не успею заснять это котлет цветет уже очень очень долго и ну мне кажется что она цветает тут какое милишное создание медленными шажками так двигается красота природа создала конечно но они не вредят моим орхидеям никак вот именно вот эти вот милые создания ну а цветочек цветочек первый раз меня порадовал бедная бирочка уже никакая да в общем война леопард вот такое вот название очень давно у меня это орхидея ну ни разу не тела и я вам хочу сказать что аромат просто настолько сильны но цветок уже да не смотрите он он конечно выцвел давным-давно он цветет но аромат просто бесподобный и я когда-то увидела на фотографии эту орхидеи и мне ее очень захотелось действительно очень красивые яркие цветы здесь 50 процентов гутаты и лати гизи ай и форбезия и интермедиа и я вам хочу сказать цветы очень очень плотные но очень плотные но гутаты плотные ну а запах наверное от интермедиа и от ладе ладе гизи ай ну в общем собрались такие все красотки в одном цветке здесь дендробиум я честно говоря даже сама как-то удивилась как это он у меня расцвел на такой вот сухой сухой псевдобульби это мое недавнее приобретение прошлогоднее я почему-то думала что оно должно быть поменьше это дендробиум ну вот такой вот он у меня пришел и выдал мне цветоносы ну пока что не растет ну вот такие вот очень и очень красивые цветочки дендробиум я показала да в общем долго он их растил бутончики но тоже очень милые такие красивые цветочки уже давно цветут наверно тоже наверное недели две уже поэтому я говорю что я не думаю что еще получится что-то снять ну вот так вот с такими тоже шпортами так ну а здесь уже первый цветоносик оцветает и вот здесь вот второй расцветает это гибрид тенебросы на на лоелею миллери тенеброса вот я говорю вот этот уже вот этот уже бедная цветает он стоял под дождем долго а вот этот вот вроде бы только расцветает и цветочки немножечко такие еще не распустившийся полностью но они небольшие ну красивый цвет такой красивый какой-то малиновый малиновый красный да здесь шерри бэби тоже потихонечку то открывается один цветонос открывает 2 засушивает но здесь энцикле красились я его разделила он пострадала в том году попал у меня под солнце перри переезде и выглядел конечно не очень вот я себе оставила такую небольшую часть и он выдал два цветоноса и красивые долго он их тоже растит очень длинные цветоносы но очень долго их держит тоже такие нежные нежные такие длинные изящные такие тонкие цветоносы и красивые нежные цветочки ну тут вроде бы все единственное что вот еще фаленопсис корну серви тоже он себе так вот стоит здесь и цветет потихонечку так ну а вот еще что и забыла первый раз распустилась для меня бросовола ну доза смотрела только видео петра у него конечно нас намного больше я смотрю нигде ничего не пропустил стараясь во всяком случае но у меня вот такой вот миниатюрный он да не такие невысокие псевдоболь бы ну и я понимаю что цветы у меня не такие огромные но все равно тоже запах присутствует и это мое тоже приобретение прошлогодние я его пересадила в такую вот вот в такой вот горшочек и тоже чувствую что по моей системе так вот у меня мог внизу вылезает со всех дыр и вот выпустил он у меня один смотрю два три и там вот еще один цветонос ну слушайте классно и кстати у петра я услышала я даже не знала что она продолжает цветение поэтому спасибо за информацию буду знать не буду срезать цветоносы потому что у меня это первое у меня была когда-то маленькая она мне кстати даже где-то есть но почему-то растет очень и очень плохо так но что еще здесь у нас у нас еще здесь есть одна вандачка 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 птицы поют солнышко немножечко выглядывает из облаков и птицы просто у нас здесь в ботанический сад какой-то попугаи орут птицы поют в общем вот такая вот вандачка такое название извините за мой прекрасный маникюр никогда его здесь нет потому что вечно что-то делается так ну в общем небольшие цветы но очень и очень красивые яркие и порадовала меня еще одна моя лелия котлея сангу и лоба лаелия лилия сейчас их переименовали котлея и в общем как хотите так и называйте называется бразильская красавица очень мне нравятся их цветы это закрученная губа рюшистая цвет такой яркий очень красивая конечно орхидеи балдеют единственное что в этом году что в них даже не приходится поливать потому что дождь постоянный такая вот морозь и очень очень влажность высокая и жарко ну да главное правильные правильная посадка чтобы они не испортились не не сгнили но пару малышей у меня пострадала поэтому ну есть свои плюсы и минусы да в наших в нашем хобби здесь вот еще тоже наращивает еще один цветоносик ну посмотрим на нижней полочке кстати что меня очень удивило моя целлогина спицеоза она никогда не цветет в это время ну вот выдала открыла такой вот замечательный цветочек посмотрите на этот мух это конечно балдеж да я им поставила вот так вот водичку думаю ну лето будет жарко у нас не буду успевать поливать но все просто плавает поэтому вот так вот в этом году хотела достать но уже решила что я не буду вот так вот вот такой вот первый цветочек открылся это гранди флора айрантис кто-то у меня кстати спрашивал недавно вот так вот он у меня поживает тут вот еще один цветонос еще один цветонос так вот хорошо ему нравится такая вот двойная два растения здесь да и постоянно влажно ему очень очень нравится такие интересные цветочки очень конечно тяжелые цветы для этих цветоносов ну как вы видите вот такой вот бутончик интересный все упал вот так вот положила его на мою ни разу не цвевшую не афинитию так вот она растет ни разу не цвела ну может быть когда-нибудь зацветет что я вам еще хотела показать хотела показать вот непонятно как расцвел у меня дендробиум хибики здесь здесь у меня два растения вот так вот я посадил один на кочку здесь вот такой вот это вот так вот он растет и я смотрю что ну почему я говорю что неожиданно потому что мне кажется что он очень рано начал выдавать свои цветоносы и в общем ну это конечно очень красивые цветы очень мне мне нравится и на мой взгляд очень-очень даже легкий дендробиум так вот я его приподняла растет у меня в таком вот он маленьком контейнере и ну на мой взгляд это очень красиво на мой взгляд бог я очень-очень это дело люблю поэтому но конечно у у нас у всех разный вкус вкусы разные поэтому будет красиво когда полностью откроется шикарные нежные цветы какой прям букет еще до из бутонов красота ну наверное хватит для первого видео в этом году поэтому я с вами буду прощаться до новых встреч и надеюсь уже что я вам покажу немножечко обновленный мой орхидейный коридорчик всем пока пока